Седьмой день чемпионата мира подзюдо в Ташкенте. Вчерашние чемпионы встретились с обожающими их болельщиками. Новый герой Музафар Виктор Абоев подписал футболки и оставил незабываемые воспоминания. В день тяжеловесов Ариана Хумо была будто наэлектризована. Одна из самых впечатляющих женщин-бойцов в весе свыше 78 кг, фронтуженка Романа Дикко, была в своей обычной блестящей форме. Серии мощных бросков и уверенная работа в портере позволили ей с легкостью выйти в финал. Там она встретилась с бразильянкой Беатри Соузой, жаждущей получить свой первый титул чемпионки мира. Она также прекрасно выполняет броски. Получился финал, который все хотели увидеть. Эффектная работа в портере позволила Дикко завоевать свой первый титул чемпионки мира на своем первом чемпионате мира. Невероятный эмоциональный момент и, наконец, золото для сборной Франции. Генеральный казначей Международной Федерации Дзюдо Насар Альдамиме вручил чемпионке мира в весе свыше 78 кг ее медаль. Я чувствую, что сделала это. Раньше я не участвовала в чемпионатах мира. Это был мой первый раз. Я очень хотела вернуться домой с медалью, с золотой медалью. И я сделала это. Поэтому я так горжусь собой. В категории свыше 100 кг один человек заставил мир задержать дыхание. Сайта Татсуру к его прошлому, настоящему и будущему огромный интерес. У всех на устах вопрос, повысит ли он еще больше свой авторитет в Ташкенте. Индегранду считали скорее аутсайдером, но кубинец вышел на татаме в отличной форме. В тактическом финале кубинец поднялся на вершину мирового подиума впервые за 9 лет. Важный результат для динамичной нации дедаистов. Член Международной Федерации дзюдо и президент Института Кадокан Харуки Уэмура вручил медали. Благодаря Международной Федерации дзюдо кубинская команда тренировалась в Венгрии 3 месяца. И я хотел бы посвятить свою медаль Международной Федерации дзюдо за помощь, которую они оказали. Сегодня президент Международной Федерации дзюдо Мариус Визер и исполнительный директор Фуджи Ти Вишин Томока подписали контракт на права на трансляцию. Первоклассная вещательная компания будет продвигать дзюдо в Японии и во всем мире. Ташкент возвел на Федестал 7 новых чемпионов мира и оставил незабываемое воспоминание для многих в мире дзюдо. Восторженная толпа и множество горящих своим делом дзюдоистов сделали это событие захватывающим дух. Завтра наступит один из самых волнующих дней мирового тура дзюдо, захватывающие динамичное соревнование команд. Командный чемпионат мира под дзюдо обещает быть незабываемым.